Берегите лес. Мобильное приложение, доступное и в нашем регионе. Как сообщить о пожаре в лесном массиве, а также о штрафах за несоблюдение пожарной безопасности в лесу, расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Летние пикники, походы и отдых на природе зачастую не обходятся без приготовления пищи на костре или мангаре. Однако, отправляясь в лес, надо помнить, что разведение костров, розжиг мангалов нередко приводит к неконтролируемому возгоранию. Мобильное приложение «Берегите лес» помогает оперативно отправить информацию о пожаре, даже если вы находитесь на природе не только в нашем регионе, но и в других местностях. Вы можете легко и просто позвать на прямую линию лесной охраны, либо отправить сообщение на выбранную тему, прикрепив к нему фотографии и указав координаты места происшествия. Если сообщение отправить с самого места происшествия, ваши координаты будут зафиксированы автоматически. Не стоит забывать, нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа. На граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 до 20 тысяч рублей, на юридических лиц от 20 до 200 тысяч рублей. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, влечет наложение административного штрафа. На граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 15 до 25 тысяч рублей, на юридических лиц от 150 до 250 тысяч рублей. Нарушение правил пожарной безопасности, повалившее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа. На граждан в размере 5000 рублей, на должностных лиц 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.